Здравствуйте! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Сегодня мы расскажем о самых интересных событиях дня. Смотрите в выпуске. Грядет отдых. Внеплановые выходные в календаре. На что потрачен бюджет города. Публичные слушания и отчет перед жителями. Благотворительный груз. Подгузники доставили в детский дом. 100 километров бегом. Ультрамарафон преодолели приморцы. Танцевальный Оскар. Фортуна Дэнс выступила на крупных соревнованиях. Сдали кровь. Уссурийские врачи стали донорами. Длинные выходные ждут россиян уже в конце этого месяца. Отдыхать на майские праздники. В 2018-м жители страны начнут в апреле. В целом праздничных дней в начале мая и июня будет 7. Это достаточно, чтобы отдохнуть и не устать отдыхать. Начало выходных придется на дни с 29 апреля по 2 мая. Рабочих дней после этих выходных 4. 3, 4, 7 и 8 мая. Празднование Дня Победы приходится только на один выходной день. 9 мая. Это будет среда. Праздничный рабочий день 8 мая будет сокращен на 1 час. В честь празднования Дня России будет 3 выходных дня. 12 июня. 12 июня приходится на вторник, поэтому отдыхать будем. 10, 11 и 12 июня. Выходной понедельник 11 июня будет в счет перенесенного с субботы 9 числа. Этот день объявлен рабочим. Публичные слушания по бюджету. В администрации округа прошел отчет об исполнении главного финансового документа за 2017 год, который был не самым простым во всех сферах. Итоги могли услышать все желающие горожане. Таких набралось без малого 200 человек. Подробности далее. По закону жители Уссурийска должны знать, как расходовались средства в минувшем году. Общая сумма доходов, поступивших в бюджет, составила 3 миллиарда 699 миллионов. Это и собственные средства, и финансовые трансферты из бюджета в других уровней. При анализе основных параметров исполнения бюджета Уссурийского городского округа в сравнении с 2016 годом мы наблюдаем увеличение собственных доходов на 4,5%. В сфере экономики большинство показателей продемонстрировали большое рисование с 2016 годом. Данный факт оказал влияние и на поступление в налоговых и налоговых протяжений в бюджет округа. Бюджет Уссурийского городского округа был и остается социально ориентированным. Часть расходных статей пришлось сократить, но это не коснулось сферы образования. Также выполнялись все задуманные программы по переселению горожан. Значительная часть средств городской казны пошла на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, а именно наводнения в августе 2017 года. Из местного бюджета было выделено 123 миллионов рублей. Направление их расходов представлено на следующем слайде. Основная доля – это неотвожные аварийно-восстановительные работы. Кроме того, 8,5 миллиона рублей направлены на оплату первого этапа проектных и предпроектных работ по дамам в районе Раковка-Комаровка и по даме Солдатское озеро. Всего за прошлый год на нашей территории реализовано 28 муниципальных программ, согласно которым и расходовались средства городской казны. Одно из самых значимых направлений – благоустройство территории Уссурийского городского округа. Чуть больше 51 миллиона пошло на эту сферу. В рамках реализации программы выполнялись следующие мероприятия. Это содержание объектов озеренения благоустройства, 35 скверов на общую сумму 14 256 000 рублей, работа по содержанию ледового городка. А также покос травы, вывоз мусора, санитарная обработка парков. Главная цель таких слушаний – узнать мнение горожан о финансовых тратах округа. Но на удивление вопросов у слушателей не возникло, хотя при утверждении документа споры были. Присутствующие единогласно проголосовали за исполнение бюджета округа. Следующий этап – утверждение финансового документа Думой. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс. Стратегию развития Уссурийского округа обсудили на заседании профильной думской комиссии. Специалисты также отчитались об экономических итогах за прошлый год. Уссурийск – деловой и культурный центр «Сердце Приморья». Таким планируют сделать округ в ближайшие годы. Для этого разработана стратегия развития. Главные цели, которых необходимо добиться, обсудили на заседании профильной думской комиссии. Это комфортная среда проживания, рост благосостояния жителей, развитие округа, как делового и культурного центра края. В степени достижения стратегической цели отражают пять индикаторов, к числу которых относятся численность населения округа, средняя продолжительность жизни, соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума, доля занятых в сфере услуг от общего числа занятых в экономике Уссурийского городского округа, а также доля жителей, считающих жить в Уссурийском городском округе, в целом улучшающейся комфортно. Для достижения целей Уссурийский округ стремится повысить уровень экономического развития. Так на нашей территории выросло производство животноводческой продукции. По производству молока и яиц мы занимаем второе место в Приморском крае. Высокие показатели и в растеневодстве. Уссурийский округ на первом месте по сбору картофеля и овощей. Расчетный совокупный продукт базовых отраслей по крупным и средним предприятиям округа в 2017 году достиг почти 30 миллиардов рублей, что составило 98,9% в сопоставимой оценке в уровне 2016 года. Это четвертое место в Приморском крае. Как можно скорее необходимо внести изменения в решение Думы о правилах землепользования и застройки, поскольку на улице Штабского планируется строительство новой котельной. Предприятие, которое подавало тепло в жилые дома, отказалось этим заниматься. Там она отапливает часть жилого массива и само производство. Да, мы жилье выбираем. А они будут свое производство. Ну, там сейчас вопрос, там, в том, что оправляющих... Я в курсе, я в курсе. Я не делаю эти информации. То есть у нас, главное, жилье, это... Новая котельная на Штабского будет работать на газе. Всего в этом году на газовое топливо планируют перевезти 5 котельных. 13-ю, 24-ю, 27-ю, 40-ю и 66-ю. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс. Благотворительный груз доставлен до адресата. Автомобиль Телемикса, забитый подгузниками и предметами личной гигиены, сделал главную остановку возле дома ребенка. Свою лепту в приобретении такого значимого для малышей подарка сделали участники показа «Фамилия Лук». Телемикс стал организатором благотворительной акции, целью которой было сплотить уссурийские семьи и помочь малышам, которые остались без попечения родителей. Взносы участников пошли на покупку памперсов. В итоге 30 упаковок подгузников доставлены в дом ребенка. Здесь на сегодняшний день живут 50 малышей. У этих детей нет мам и пап, но сухие прогулки им обеспечены надолго. Сотрудники дома ребенка и наши маленькие воспитанники очень благодарны всем, кто собрал нам памперсы. Так как наступила весна, и большее время дети будут находиться на прогулках. И памперсы нам хорошая помощь, так как малыши будут чувствовать себя комфортно в них, тепло им будет и уютно. Волонтеров приглашают в лес. В ближайшее воскресенье, 22 апреля, на территории Дендрария планируют высадить саженцы деморфанта. Это краснокнижное растение. Место проведения – горнотаежная станция ДВО Ран, село Горнотаежное. В 12 часов все желающие встречаются у центрального входа в Дендрарий. В программе – посадка редких деревьев. Потом можно будет отдыхать, общаться, любоваться природой и пить вкусный чай на берегу озера. Волонтерам необходимо одеться по погоде, взять с собой перчатки, кепку или повязку на голову. Средства от клещей – обязательно. Чай и легкий перекус. Напомним, в октябре прошлого года добровольцы навели порядок на территории Дендрария, чтобы этой весной высадить колопанокс, семилопастный или проще – деморфант. Семена этого редкого растения собирали в заповедных лесов и вырастили в питомники. Саженцы деморфанта трех-пяти лет посадят на подготовленной территории. А впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. Сто километров бегом ультрамарафон преодолели приморцы. Танцевальный «Оскар» «Фортуна Дэнс» выступила на крупных соревнованиях. Сдали кровь. Уссурийские врачи стали донорами. Строительно-производственная компания «Главмонтаж Объединения» реализует нежилые помещения в двухэтажной пристройке к жилому дому по адресу вокзальная дамба 20. Подробности узнавайте в офисе продаж по телефону 26-93-65. Зарядись силами, восполни запас витаминов. Весь апрель в аптеках монастырёв специальное предложение на витамины. Весенняя витамания в монастырёв РФ. Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь со специалистом. Получайте подарок от мебельного салона «Эго» за покупку подарочного сертификата. Позвольте своим близким выбрать то, что им понравится. У нас есть замечательная традиция встречать каждый праздник в чистом, уютном, прибранном доме. Уссуриск наш общий дом. Порядок в нём навести можно только совместными усилиями. 21 апреля. Общегородской субботник. Сделаем наш город чище вместе. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. 100 километров от Владивостока до Уссуриска. Такую дистанцию преодолели бегуны из краевого центра. Марафон «Приморская сотня» стартовал во Владивостоке ранним утром, финишировали вечером. 15 километров команда смельчаков намотала и по улицам нашего города. Пробежать 100 километров – да легко, решили приморские смельчаки. Сказано – сделано. Ранним субботним утром стартовали. Из Владивостока выбежали 15 человек. Но добежать до финиша на центральной площади у Суриска намеревались только 7. В первую очередь, конечно, пропаганда здорового образа жизни. Преодоление себя. Ну, как некая возможность переступить, скажем, некую грань какую-то. Занимаюсь, ну, около двух с половиной лет, то есть третий год. Ну, так, более-менее активно, скажем. К этому забегу легкоатлеты готовились основательно, преодолевали длинные дистанции, настраивались морально. Ведь не шутка оставить за плечами 100 километров пути. Марафон «Приморская сотня» проходит не первый раз, но все бегуны этого года – новички. А новичкам, как говорится, везет. Погода преподнесла сюрприз в виде дождя и ветра, что не помешало плану. Что нужно? Обычная беговая одежда, беговая обувь, одеваться, конечно же, по погоде. Я вот с собой, у меня за плечами рюкзак беговой, в нем гидратор, это такая емкость с водой, выведен шланг для питья. Ну, собственно говоря, это не обязательно. До 40-го километра мы бежали самостоятельно, а уже с 40-го километра нас начинали сопровождать машины. Каждые 8 километров бегуны останавливались, чтобы попить и перекусить. В употребление шел в основном горячий чай и шоколад, а дальше с новыми силами в путь. Ближе к вечеру замаячил Уссуриск, где марафонцев ожидали коллеги по цеху, бегуны клуба «Уран». И еще 15 километров по Уссуриску. Маршрут составлен так, по городу, чтобы исключить светофоры, чтобы бегуны не останавливались. И самые наши достопримечательности – парк, дом офицеров, площадь. Намеченные цели достигли все семь участников Приморской сотни. Эстафету приняли уссуриские марафонцы. 12 мая местные бегуны преодолеют Уссуриское раздолье. Ежегодный забег по окрестностям Изумрудной долины. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Фортуна Дэнс» выступили на крупных всероссийских соревнованиях. В Москве проходил танцевальный «Оскар», который собрал 302 пары из разных регионов России. Константин Кан и Эвелина Тян завоевали золото в европейской и серебро в латиноамериканской программах. Яркие приморские танцоры покорили судей и заслуженно получили высокие награды. Среди юниоров также отличились Глеб Гисюк и Валерия Мясникова в зеленом платье. Пара стала лучшей в европейской программе и вице-победителем в латиноамериканской. С таким же результатом закончили выступления юниоры Егор Серебряков и Татьяна Василенко. Полюбуйтесь этой грациозной парой и их вальсом. В категории детей отличились две уссурийские пары. Илья Матвеев и Маргарита Денищенко в желтом платье стали серебряными призерами в латиноамериканской программе. И Павел Ким с Ксенией Ан завоевали два золота и в латинии и в европейской программе. В Приморье выберут семью года. Участвуют все желающие. Подать заявку можно до 20 апреля включительно в Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту на Некрасово-66. Предложено несколько номинаций. Многодетная семья, молодая семья, сельская семья, золотая семья России и семья-хранитель традиций. Главная цель конкурса – укрепление престижа семьи, повышение ее социального статуса и развитие семейных традиций. Для участия необходимо собрать пакет документов, среди которых характеристика семьи, копии грамот и благодарственных писем, презентации и фотографии семейного архива. Региональный этап конкурса пройдет до 15 июня. Победители отправятся на всероссийский этап, подведение итогов которого состоится в Москве. Всю более подробную информацию можно узнать по телефону 3203-35. Наш выпуск продолжит рубрика «Будем вместе». Обаятельная, милая и невероятно способная девочка. Знакомьтесь с Лерочкой, ей три года. Она, как и все дети, нуждается в родителях. Присмотритесь, возможно, именно этот ребенок станет вашим членом семьи. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке разреза управления «Новошахтинская» компании «Суэк». Нашей Лерочке исполнилось уже три года. Это очень спокойная, очень ласковая девочка. У нас ее все любят, потому что она прям тянется ко взрослым. Она очень хорошо идет на контакт как к взрослым, так и к детям. Лерочка у нас уже практически самостоятельно в обслуживании, то есть самообслуживании. Она сама одевается, с небольшой помощью сама раздевается, кушает она у нас аккуратно. Аппетит у нее хороший, спит она хорошо, быстро засыпает, сон длительный, спокойный. Наша Лерочка любит играть с куклой, любит игры на развитие мелкой моторики, нанизывать бусины, там различные вкладыши. А любит она у нас с горочки покататься, тоже одно из любимых ее занятий. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32-35-36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Уссури». Новое жилье – новая жизнь. Уссурийская 52А, телефон 306-906. Уссурийские медики стали донорами, сотрудники городской больницы устроили акцию по сдаче крови. Своим примером врачи, медсестры, водители и бухгалтеры решили показать, что значит спасти чью-то жизнь. На станции переливания крови побывала и наша съемочная группа. Головокружения нет, давление в норме, анкета составлена. Добро пожаловать на кроводачу. Сегодня сотрудники городской больницы сами пациенты, а вернее доноры. Третий год подряд медики «Уссурийска» устраивают акцию во имя спасения жизни. Начинали с 25 желающих, сегодня их 70. Призываем население, надо идти сдавать, 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 потому что на одного пациента недостаточно, если сдаст кровь, один донор. Несколько доноров приходится на одного пациента, чтобы хоть как-то поправить здоровье, восстановить его. В очереди и Маргарита Маевская, врач-диетолог городской больницы и почетный донор. Ей уже за 70, ведет активный образ жизни и готова своей энергией делиться с окружающими. Причем не только энергией, но и кровью. Первый опыт сдачи был еще в институте. С тех пор она первая в рядах на донорство. Кровь всегда нужна, не только у нас вообще. Только и видишь, что когда что-то случается, особенно к ней не будет чрезвычайной ситуации, то сразу. Я знаю, что это такое кровь для человека больного. Как это важно и как помогает. Поэтому так вот и иду. 5-10 минут и пол-литра крови в специальном пакете. Здесь же полученную массу разделят на компоненты и отправят на исследования. В лаборатории специалисты должны исключить опасные заболевания и патологии. Есть определенный процент выбраковки. Только полностью проверенные составляющие крови пойдут в работу. Р-массу мы сносим в экспедицию, которая выдает кровь по больницам. А плазма у нас идет на карантинизацию. Лежит там полгода. Потому что если в течение этого полугода у донора не будет выделено никаких заболеваний, тогда плазма идет тоже на выдачу. 20 апреля в нашей стране отмечается День донора. Медицинские работники знают, насколько важна добровольная сдача крови. Поэтому акцию проводят несколько дней. Следом за сотрудниками больницы на станцию переливания отправится молодая смена. Студенты медицинского колледжа поддержали идею своих наставников и тоже готовы вступить в ряды доноров. Ольга Муравьева, Алексей Шиповалов, Телемикс. Посидеть за рулем пожарной машины, примерить спецодежду спасателей и увидеть работу специалистов. Все это смогли сделать школьники и детсадовцы в Уссурийском. Выставка техники и показательные выступления прошли в честь грядущего праздника. Дня рождения пожарной охраны России. Под звук сирены мчатся машины пожарной охраны. Хорошая новость. Не на тушение огня, а на показательные выступления спешит техника. 30 апреля пожарной охране России исполняется 369 лет. Но матерые сотрудники помнят праздник 17 числа. Почему 17? Потому что 17 апреля день создания советской пожарной охраны. И в этом году мы отмечаем ее 100-летний юбилей. В память о советских пожарных и провели показательные выступления. Это боевое развертывание по подаче огнетушащих веществ. С помощью старого отечественного авто продемонстрировали аварийно-спасательные работы при ликвидации ДТП. Человек не может выбраться из машины. Спасатели спешат на помощь. Крыша синего «Жигули» взломана. Пострадавшего перемещают на носилке. Следующий сценарий – запуск пены. С ее помощью тушат горючие, легко воспламеняющиеся жидкости. Или, к примеру, пена подается при тушении подвалов, чтобы заполнить помещение целиком. Обязательная программа – тактильное знакомство с техникой. Посидеть в пожарной машине, потрогать рычаги и кнопочки, померить спецодежду. Школьники и детсадовцы Уссурийска полностью окунулись в атмосферу спасателей. Мне понравилось, что я выпила молоток, топор. Мне понравилось в этой пожарке все, что там есть. А что дали потрогать, подержать? Ну, куртку не надели. Какой-то пистолет дали. Мне больше там понравилось вводный пистолет и все, что в этой машине. Куда залезть уже успел? Ну, на лестницу. Классно? Да, классно. Вся техника стоит на вооружении 7-го отряда Федеральной противопожарной службы. Дети облюбовали даже надувной квадрат, который спасатели называют «куб жизни». Это средство эвакуации с высоты при пожаре. Основные виды пожарной техники здесь представлены техникой, которая вывозит в воду пенообразователь, огнетушащие вещества. Достаточно такая интересная техника – это автоколенчатый подъемник, который способен подать воду на 16-й этаж, а также спасти людей с этой высоты. В пятницу 20-го апреля на этой территории пройдут соревнования по пожарно-прикладному спорту. Поэтому с 8.30 до 13.30 будут перекрыты улица Амурская от Кирова до Ленина и улица Ленина от Амурской до Комсомольской. Екатерина Ректина, Сергей Флоренцев, Телемикс. Выпуск новостей продолжит наша постоянная рубрика «Телеконсультант». По всей стране идет призывная кампания, не исключение и уссурийские юноши. Сейчас парни проходят медицинскую комиссию, но совсем скоро отправятся отдавать долг родине. Семьям новобранцев с детьми в таком случае назначается ежемесячное пособие, но выплата положена не всем. Подробности смотрите далее. Моего мужа призывают в армию. У меня на иждивении остается ребенок, но муж ему не родной отец. Подскажите, положено ли мне ежемесячное пособие, так как муж главный кормилец семьи и год будет не с нами. Граждане, имеющие детей, это те, которые находятся в браке. И если на гражданина зарегистрирован ребенок, это должно быть в личном деле свидетельство об усыновлении отцовства. А гражданин, не имеющий такого документа, пособие на ребенка получать не будет. Пособие оно может получить, если ребенок будет усыновлен отцом. На этом пока все. Сюжеты вы сможете увидеть и на нашем сайте телемикс.тв. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok